сегодня эксперимент такой проведем попробуем поймать бобра на проходе оттуда бобры приходят вон оттуда а вот здесь норка приходится да геннадий полез в бобровую нору вот это нам не надо там какой-то снегоход жужжит в той стороне вот это не надо чтобы он нам видел что мы тут делаем нашим следом он они едут там пара ей есть нам светили не нужны потому что даже сеть не возьмут они расскажут своим друзьям вот там видели копаются а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если интересно, можете посмотреть, как мы в 40-градусный мороз доставали одного за другим бобров из проруби А сегодня у нас 0, даже плюс 1 в городе Лафа, курорт Сегодня мы опять будем проверять капканы на бобра Как я уже говорил, хорошо, когда несколько человек занимаются лопатами Гена по каким-то признакам уже определяет, что в капкане может что-то быть Ну вот, видишь, цепь уходит Я же показывал в прошлый раз Вот так была цепь А сейчас не видишь, кто ушла Ну вот так ее Ну так и веселей копать, когда думаешь, что там, наверное, что-то есть А Геннадий пока еще не докопал до истины Сейчас обнаружим полезное ископаемое И тогда поймем А это так и были ветки или кто-то сломал? Вы сломали? Были Чего? Нету? Все сломал Какое дерево? Вот здесь ветка стояла вот так Да? Вот я говорил Да и убирал А вот здесь раньше В тот раз была тропа лисия Мы думали, что она здесь постоянно будет ходить Думали воткнуть здесь несколько капканчиков Где-то я слышал, что лиса любят наведывать хаты бобровые А волк, говорят, если волк найдет хату, он может там на ней закрепиться и пока всех не переловит Но это для матерых волков Что где она нету? Не знаю Непонятно Вроде нету Вроде нету Вроде нету Сработал в холостую Как-нибудь Нам проверить Ну то есть, как бы, если вот Даже ты не чувствуешь вес обобрать, все равно желательно его обслужить, да? Получается Ну там маленький, да Это джать Обслужить нам Ну вот, хочешь не хочешь, на бобровой охоте приходится работать Даже если знаешь, что в капкане никого нет, возможно, да? Капкан легкий, по всем признакам Нужно его достать, посмотреть, не сбита ли приманка Может быть, он сработал, бобр его стронул, пролов То есть, проверить, что он стоит надежно и его поставить обратно Если это не делать, то просто он может там расторожнее уже быть И если ты его оставишь, ну, неделю потеряешь просто Сегодня три человека работают Вернее, работают четыре, но меня, как обычно, не видно Мой тяжелый и важный труд, он всегда за кадром У каждого работа своя Хорошо, когда мужики понимают меня Они мне дают самые жирные куски пищи И жалеют меня И дают мне тяжелую работу, потому что, говорят, если будешь тяжелой работой заниматься, у тебя руки будут крестись И ты снимать нормально не сможешь А зрители потом будут ворчать, эти флайки ставят Ну, капкан Не сработанный А? Не сработанный Не сработанный Но здесь, здесь у нас не глубокая, да, здесь подо льдом где-то сантиметров пятьдесят И поэтому капкан, может быть, встает на дно, поэтому цепь провисает и кажется, что вроде сработал В тот раз, когда я снимал, когда сработало, так ее накрутило, там видно было конкретно В этот раз не промерзла, да, практически? Нет Вообще не промерзла Мяша, да? Тепло Вот Гена у нас вышла с больничного, со свежими силами Женя, да, на антибиотиках-то, на анаболиках, у него вон сколько силы-то После болезни даже на физкультуру не попадет Женя, надо, давай, восстанавливаться надо Скоро надо ЗМУ делать Доделывать Доделывать ЗМУ Кормить лосей Доить лосих Что там еще вы делаете, Игерями? Какая работа? Ну, это не Евген, признайся Пересчитать всех ежиков после зимней спячки Сколько их выжило? По-моему, самая трудная работа Да поди его, догони и пересчитай его еще Легкий какой-то Легкий? Давай выделим Старой лопатой растит Я не могу переделывать Здесь мужики обнаружили ход Бобровый Вот такая здесь норка Не пролазит? Не пролазит? А че, как занялся? Сегодня мы не обобрились, да, получается? Первый раз Ну, как бы... Вот она на то и охота Если бы каждый раз Был бы результат, это уже получается магазин какой-то, а не охота Возможно, мы всю семью и выловили У нас было два больших и два маленьких, да? А, и три маленьких Один средний и два маленьких То есть, всего пять бобров с этой хаты взяли, да? Да Ну и че, оставим недельку Проверим Че ты говоришь, Ген, это если всех переловим Нет, здесь нам нужно всех переловить, потому что у нас здесь дорога Которую они подтапливают Единственная дорога в населенный пункт То есть, вот там проходит дорога Здесь местность болотистая Когда бобры сделали плотину Они подняли уровень воды и она стала переливаться в сторону дороги Дорога идет с низинки Если это дело оставить на самотек, как говорится Отдать на природе, как говорится, полностью на регулирование То фиг знает, здесь может быть леса и не будет скоро Здесь будет болотина И дорога пойдет по болотине Поэтому егерям приходится кроме своих интересных охот Еще заниматься добычей бобров, регулированием численности В тех местах, где они мешают, в инфраструктуре Все, капканы снарядили, закапывают Ребята предполагают, что уже на этой хате основную часть бобров выловили Но решили все равно два капкана оставить Потому что здесь, в данном месте, бобры не нужны Почему? Потому что здесь находится несколько хаток бобров И если они еще разведутся здесь, то вообще будут кранты По любой разведутся потом Весна придет Потому что выше и в куча, ниже и в куча Ну то есть вон там хата есть Там не одна даже Там несколько хат, да? Здесь мы точно одну увидели хату Это тоже не факт, что она одна Там возможно еще одна То есть семья когда разрастается, дети выходят из дома родителей И начинают расселяться, я так понимаю Сначала поблизости, потом дети тех детей Они еще дальше идут и вот происходит расселение бобров Пока их какая-нибудь эпидемия не выкосит, они здесь хозяйничают Это я на канале у Геннадия Шишацкого Он такую мысль высказал, что бобр Это единственное животное, которое меняет обстановку природную под себя Если как бы основная масса дверей старается подстроиться под природную обстановку То бобр, вот как ему надо, так он себе и сделает, так и будет жить Если не хватает ему воды, он подымет ее за счет плоти Нет у него жилья, сделает жилье Мешает ему деревья, срубит деревья Вот, я сейчас даже на скидку не вспомню ни одного животного Которое так же бы подстраивало под себя обстановку лесную природу Сегодня Геннадий взял лопату побольше Потому что тренировки тренировками, а силы тоже нужно беречь Лопата называется БСЛ Это где? Это еще не БСЛ? БСЛ, это армейская лопата Шахтерская лопата есть, БСЛ Большая совковая лопата А ты сейчас им зачем откапываешь эту хату-то? Пусть мерзнет Пусть мерзнет Жестокие здесь егеря, вообще жестокие Приходится их оговаривать через каждое время Они как хирурги, хирурги вообще пациентов не жалеют Если хирургу нужно вырезать, он вырежет, да еще что-то лишнее вырежет Так и егеря Они к зверям относятся как к пациентам Ровно Никаких эмоций Сегодня снег сырой, тяжелый Но за счет того, что у нас лопат побольше Происходит все быстрее Всегда нужно замаскировать Тем более, если вы охотитесь там, где есть доступ для других людей У нас такие люди, что они придут обязательно и будут проверять Найдут капкан И даже вот если он не охотится никогда Он его заберет, отвезет себе, бросит на чердак Ну, кстати Вот это нам не надо, там какой-то снегоход жужжит в той стороне Вот это не надо, чтобы он нам видел, что мы тут делаем Смотрелись, разговаривают Это нашим следом, видать? Да Вон они едут Там вон фара есть А если любопытный, к нам придут Вот нам свидетели не нужны, потому что даже если эти не возьмут, они расскажут своим друзьям Вот там видели, копаются Заедем А те могут Игорь 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 А, но это свои, поэтому ребята не стреляют Они обычно, если такая ситуация происходит, они сначала дают один выстрел в воздух Ну тут уже все местные знают, кто не знает, те уже не ездят Это тоже егерь Их уже не нашли, те кто не знают А те кто знают, один выстрел в воздух, все, они поворачивают сразу же и на третьей скорости Игорь 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 Ну что ребята, делаем Так, вот таким образом происходит проверка, дружеская проверка Сергей, приветствую Сергей Вот здесь, да? Да Вот здесь норка ходит Вот там, оттуда бобры приходят, вон оттуда А вот здесь норка приходит сюда, она тоже наверно к бобрам ходит туда Геннадий предложил поставить сюда проходной капкан Сегодня эксперимент такой проведем Попробуем поймать бобра на проходе, на его тропе в проходной капкан Они здесь прогуливаются, у них вот под плотиной идет от хаты И вот вдоль плотины идет вот такой ход Достаточно большой, где-то сантиметров 30-40 в диаметре Вот здесь следы были, нагрызаны палки, то есть они здесь ходят Это у них плотина, и они здесь сделали ход И Гена хочет вот перегородить его в этом месте и поставить капкан 320-й, 320-й будешь Генн ставить? Вот он сюда хочет, вот мой 320-й Посмотрим, я еще ни разу не видел, как это можно сделать Не знаю, где наставил нет, сейчас узнаем Вот в такой проход Так, Гена, ты по какому способу? Просто перекроем ему весь этот полоск То есть ты сделал так же, примерно, как и опускаешь капканы по такому же? Да, просто я сюда приманку продал на всякий случай, чтобы не просто проходить. То есть она здесь не обязательно, по идее? По сути, нет. Вот у него он под плачаной там ходит. Возможно, ходит, если мы все их не выловили. Потом пойдет. Так, а тебе пружина мешаться вот? А я заглушу сверху. Так, значит, нужно обязательно капкан закрепить? Ну да. Вдруг хвостом попадет и не уйдет вместе с ним. Несмотря на то, что это считается гуманный капкан, всякое бывает, он может его за хвост как-то схватить. Сейчас будем этапы что-то делать. Тесновато, да? 250. 250, да? Да. Может, вот здесь вот ставить, здесь посвободнее? Сейчас здесь и попробуем. Не будешь туда засовывать, да, далеко? Не хочу. А если его боком поставить? Нельзя? Вот так. На пружину. Тесная здесь обстановка. Очень. Большой капкан. Если в проруби можно самому как-то там расширить, углубить. Здесь, наверное, тоже, конечно, можно пооткалывать. Да, это не к чему. Это у нас так, на всякий случай, вдруг остались. То есть мы решили вот эту постановку сделать пробную. Это вот там лежит, нагрызли они тоже, да? Да, нагрызли. Запасы. Тоже у них запасы, наверное. А так-то, смотри, измолись есть в этой норе? Есть, есть. Ну, это от воды может. Ага, то есть это не факт, что от жизнедеятельности углов. То есть здесь как бы влажный этот грунт, да, получается? Да. Наверняка, может, где-то у них там лунка еще есть незамерзающая. Они, кстати, может быть, к проруби куда-то ходят по этой штуке. Так, решили отказаться от чурбачка, наверное. Сейчас Гена что делает? Ему нужно перегородить обходы капкана, чтобы бобра не обошло. Бобра хитрое животное, блин. Вот это все происходит таким образом. Гена лежит на своих важных органах, прямо на снегу. Ничего не подстелил. Гена не отморозишься и ничего. Гена говорит не привыкать. Лежать, говорит, не привыкать на снегу. Аккуратно здесь настораживать. Неудобно, да? Гена тут же на коленке взводит капкан, как обычно. Без всяких конструкций, без всяких вспомогательных элементов. Даже без веревки. Капкан новый. Новый капкан, да? Березовский капкан. КП 320 на 320, да? Да. Мощные пружины. Что-то я не обращал раньше внимания. Огромные пружины такие. Ладно, по клям не дал. Да. Сработало, да? Да. Но я вас забыл взять. Все хочу показать. Фильм, как это сделать безопасную защиту для крючков. Во время установки. Потому что, когда манипулируешь вот так капканом, крючки, они так и так слетают. Вот. Вот они слетели. Вот процесс. По идее идеальная установка вот так. Как пишут. Но почему крючки в другую сторону сделали, непонятно. А потому что его часто ставят вот так. Ну это часто. Да. Нам нужно капкан поставить на бок. Крючки спадывают. Насторожка очень чувствительная у этого капкана. Ну и поэтому с первого раза не получается поставить. Это уже вторая попытка или третья даже. Чуть потом надо крючки снять. Неудобно здесь манипулировать. Тяжело. Пространство очень узенькое. Самое главное в этом деле – внимательность и безопасность. Тяжело. Сейчас, короче, Гене нужно там отсечь свободное пространство с той стороны входа, чтобы бобр не смог обойти капкан сбоку. Ну, ребята, дальше поехали охотиться. В принципе, это все. Ну-ка. Ну вот, короче. А там еще Ген что-то бы засунуть, не залезем. Не-не-не. А, ты не будешь ставить туда, да? Ну вот, то есть он ледышкой отгородил проход, обход капкана. Да. Вот. И мы надеемся, что бобр пойдет по сюда. Так. А тут место для сработки есть, да? В обе стороны. В обе есть. Ну, уже то, что схлопнул у нас. Нормально. Крючки сняли. Все. Капкан в боевом положении. В рабочем. Все засыплено. Осталось замаскировать народа. Сейчас по типу игла. Иглу. Как северные народы дом строят из кирпичей. Гена у нас профессионал по постройке иглу. Сейчас он нам покажет, мастер-класс. Потому что настоящий егерь, если он где-то в тайге застрял, он буквально минут за двадцать строит иглу. Вот. Потом в оставшееся время до заката он находит себе зверя, добывает мясо, вырезает вырезку и готовит себе сытный ужин. Потому что иначе по-другому егерю не выжить. Они вот это вот. Эти ребята, они профессионалы по выживанию. Если вы хотите что-то узнать, вот нужно у них спрашивать. Не на ютубе надо смотреть, как нужно выживать, а нужно вот у мужиков спрашивать, которые постоянно выживают здесь в тайге. Когда на шашлыки выживать поедем? Да, собраться. Поедем, хвосты копить. Вот. Мужики сказали, что нужно эту тренировку по выживанию. Это вообще суровое занятие. Сейчас нужно замаскировать следы. Ну и свет убрать. Чтобы было как будто естественно. Боится, да? Он лишний раз. У него новая обстановка будет, да? Он привычный. Он осторожный будет, да? Нормально. Темно, тепло и муки не кусает. Ребята обсуждают, где сделать приваду на лесу. Или может прямо тут сделать? То есть, ну, тут палево. Она попадет в палево. Может, тогда вот тут, в кромке. А когда они проходят, Женя, вот здесь, не ходят в тропах? Не, так не только вы. На книгоходах тут ездят. Задача какая? Нужно сейчас выбрать место, во-первых, где леса ходят сейчас. Она ходит вот здесь. Причем, желательно, не одна. Во-вторых, если она попадет в павкан, она потащит его в этот потаск и оставит за собой нормальный след, видимо. И может еще и зацепиться где-то здесь. А здесь место видно, езженное. То есть, нужно еще такое место выбрать, где она бы ушла и спряталась. То есть, ее не видно было сразу же. Я вообще думал, знаете, вот елка стоит. Да. Вот, потому что тропа вот здесь проходит у елок. Ну, была у нее. В воскресенье вообще натоптана была. Она не первый раз. Она туда по буранке ездит, у нас приюхает. И кто-то опять туда уходит. Ну, давай подъедем. Вот к этой елке может зафигарить. Женя, заводи транспорт. Воскресенье 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребята, они от зверя практически ничего не оставляют Остаются только кости, которые собаки не смогли загрызть Потроха звериные они оставляют на приваду Зверь, который не попадется в капкан, ему повезет, он их сожрет, доживет до весны Ну а зверь, который менее внимательный, попадется в капкан Это кишки КРС, да? Крупного рогатого? Бобра Бобра, бобрины такие огромные Это от зайца, да, что-то осталось? Желательно оставлять крупными кусками, чтобы она не утащила сразу же Вообще, я видел, что поливают водой, чтобы застыло все, заледенело Ну, так оно и так сейчас захватится Запах хороший идет Запах я чувствую хороший Гена сейчас еще нанесет вонючую приманочку сделает Запах сразу пошел Конкретно Да, запах хороший На руку еще намазал себе Вон, на палец Повыше, чтобы запах дальше распространялся Разносит пусть Иностранная приманка, да, Гена? Да Ты уже ее испытал, нет? Эту нет Ну, все, привада уложена Нанесли приманку пахучую Вот прямо на ствол вот этого дерева Ветра здесь преимущественно западные Вот оттуда идут И они вот понесут как раз в ту сторону, откуда леса приходит Вот, приваду положили так, чтобы леса учуяла оттуда Она вот там ходит И сюда пришла Пойдем откапывать снегоход Застрял здесь снега очень много Сантиметров, наверное, 90 метров Сейчас Женя Кружочек сделает Решил по большому кругу подъехать и забрать прицеп Ну все Немножко застрял здесь В ветке залетела лыжа И снегоход застрял Пришлось отцепить коляску Он сделал круг, объехал Сейчас заново прицепим прицеп И будем уже выбираться из угоди Приваду мы установили Капканы проверили Установили проходной капкан в нору на бобра Практически все планы сделали Хотели еще сегодня на норку поставить капкан Но не стали ставить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok